В региональном парламенте пополнение. Вакантное место в окружном собрании депутатов займет Николай Новожилов. «Единая Россия» определилась с кандидатом от партии на выборы главы телевисочного сельсовета. Участниками праймери стали пять человек. Кто набрал наибольшее количество голосов, расскажем в материале выпуска. Танцы без возрастных границ. Представители старшего поколения свои вечера теперь проводят в кругу единомышленников, танцуя и занимаясь фитнесом, доказывая себе и окружающим, что выход на пенсию открывает новые возможности для саморазвития. Впереди долгие месяцы зимней спячки. Сотрудники заповедника Ненецкий, на воспитании которых находится 25-летний медведь Миша, устроили косолапому и его гостям настоящий праздник. Время новостей на телеканале «Север» в студии. Ирина Нижалова, здравствуйте. Избирательная комиссия Ненецкого округа зарегистрировала директора ТПП «Лукоил Севернефтегаз» Николая Новожилова депутатом окружного собрания. Удостоверение депутата будет вручено ему на очередной сессии окружного парламента. Передать Новожилову вакантный мандат предложила партия «Единая Россия». Вакантное место в парламенте образовалось после того, как депутат от «Единой России» Леонтий Чупров заявил о досрочном снятии из себя полномочий парламентария. Чупров был избран по общеокружной части партийного списка. В связи с отсутствием в данной части списка зарегистрированных кандидатов, не замещающих депутатские мандаты, региональный полицовет «Единой России» решил предложить избирательной комиссии округа кандидатуру Николая Новожилова для наделения его депутатскими полномочиями. Новожилов баллотировался в собрание депутатов в составе партийного списка по единому избирательному округу группы «Печорская». Обязанности депутата он будет исполнять на непостоянной основе. В телевисочном сельсовете в ходе праймерис определили победителя на пост главы муниципалитета. В предварительном голосовании «Единой России» приняли участие пять претендентов. Победителем стал 28-летний директор муниципального казенного предприятия «Энергия» Дмитрий Якубович. Предварительное голосование было тайным и проходило по четвертой модели. То есть, в голосование по кандидатурам претендентов принимали участие утвержденные местным полицоветом Заполярного района выборщики из числа членов партии «Единая Россия». Участниками праймерис стали пенсионер Сергей Задорин, директор Ненецкой средней школы имени Пырерки Людмила Пашкина, педагог Дворца спорта «Норд» Дмитрий Чуркин, сотрудник Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАУ Артем Щербинин и директор муниципального казенного предприятия «Энергия» Дмитрий Якубович. Теперь в соответствии с уставом партии и регламентом проведения предварительного голосования, МПС Заполярного района должен принять решение о выдвижении кандидата от «Единой России» на пост главы телевисочного сельсовета, с учетом результатов состоявшегося предварительного голосования. Досрочные выборы главы телевисочного сельсовета назначены на 9 декабря. Выборы проводятся в связи с тем, что прежний глава муниципалитета Александр Чурсанов был избран депутатом собрания депутатов Ненецкого округа и сложил с себя полномочия руководителя муниципального образования. Жители Ненецкого округа вновь могут заявить о себе на конкурсе «Лидеры России». Конкурс проводится по поручению Владимира Путина, который, цитата, «Убежден, что в нашей стране каждый человек талантлив и задача государства – помочь этому таланту реализовать себя, создать для этого соответствующие условия». В этом году в «Лидерах России» появились нововведения, расширилась география, возраст участников и круг партнеров конкурса. Теперь участие в конкурсе могут принять управленцы с гражданством любой страны, которые владеют русским языком на уровне, достаточном для прохождения тестов. Максимальный возраст участников повышен с 50 до 55 лет. Также в этом году к конкурсу присоединились компании-партнеры. Два крупнейших отечественных корпораций готовы сделать кадровые предложения лучшим участникам, а также предоставить свои ресурсы и возможности для выявления и развития управленческих талантов. Регистрация участников конкурса будет проходить в течение двух недель на сайте конкурса. В 2017 году участниками первого конкурса «Лидеры России» стали 200 тысяч человек. От Ненецкого округа заявки подали 138 жителей. Трое из них стали полуфиналистами Всероссийского конкурса управленцев. Окружная молодежь пополнит ряды военнослужащих. Уже скоро в Наринмаре начнется призывная кампания. Причем, в отличие от остальных субъектов России, в нашем регионе она проводится только раз в год. До начала призыва еще целый месяц, но в местном военкомате уже вовсю идет работа с будущими новобранцами. Призывников осматривают врачи и определяют категорию пригодности к военной службе. Всего их пять, а именно от медицинских показателей зависит, в какие войска попадут срочники. Впрочем, основные из них уже известны. В основном масса служить пойдет ребят на Северный флот, потому что Ненецкий округ относится к Северному флоту. Это в пределах 50 человек. Более 20 пойдут служить в Западный военный округ. В воздушно-космические силы пойдет около 20 человек. Ну и воздушно-десантные войска совсем немного, там около детей. Всего в этом году в Ненецком округе будет призвано более 300 ребят. Из них в армию отправится порядка 100. Все потому, что многие призывники получают образование, а некоторые и вовсе непригодны для службы. Все они, как правило, имеют право на отсрочку. Основное нововведение призывной комиссии этого года – набор войска Национальной гвардии России. Кроме того, произошли изменения в призыве ограниченно годных граждан. Теперь молодой человек может повторно пройти медкомиссию и получить право на службу в армии. Кстати, по словам старшего врача военного комиссариата Светланы Бабий, в последнее время у новобранцев не только улучшается здоровье, но и растет желание пополнить ряды военнослужащих. В целом состояние здоровья наших призывников по сравнению с предыдущими годами, так как есть опыт уже работы не первый год, конечно, лучше стал. Ребята занимаются физкультурой, занимаются своим здоровьем, они обследуются, проходят вовремя обследования. И много ребят, которые по сравнению с предыдущими годами хотят идти в армию, и при том хотят идти в хорошие войска без ограничений. А для тех, у кого идеальное здоровье, комиссариат предлагает поступление в высшие военные учебные заведения Министерства обороны, где после пяти лет обучения и службы новобранцы смогут получить офицерские звания. Находятся на государственном полном обеспечении. Их, как правильно можно сказать, одевают, полностью выдают омундирование. Их полностью всегда кормят сытые, одетые. Медицинское обслуживание. Также ребятам выдаются уже на первом курсе обучения денежное удовольствие. Призывная кампания в нашем регионе стартует 1 ноября. Отправить в армию сотню местных ребят должны будут до конца этого года. Владимир Рожин, Игорь Тарасевич, Телеканал «Север». Свыше шестисот жителей НАУ сдавали нормативы ГТО в 2018 году. Такие данные за 9 месяцев текущего года представлены спортивной школой «Труд», которая курирует проведение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В рамках зимнего фестиваля ГТО, который был поделен на два этапа и продлился с января по конец апреля, нормативы ГТО сдавал 551 житель Ненецкого округа. Что касается летнего этапа, то испытания на силу, ловкость и выносливость прошли еще 46 человек. Кроме того, в настоящий момент в регионе проходит окружной фестиваль ГТО, посвященный Дню округа. Он стартовал 15 сентября и продлится до 30 ноября. По данным спортшколы «Труд», к настоящему времени спортнормативы решили сдать 13 человек. В 2017 году знаки комплекса были присвоены 153 жителям округа. Из них 48 человек выполнили нормативы комплекса на золото, 69 на серебро и 36 на бронзу. 95-летию Всероссийского общества «Динамо» посвятили соревнования под «Хэквондо». Они прошли в филиале спортивной школы «Труд». Региональный турнир общественной организации «Динамо» в этом году прошел во второй раз и собрал в два раза больше участников по сравнению с прошлым годом. Самому юному из них 5 лет, самому старшему – 17. Динамо «Динамо» Они до сих пор еще все отдыхают, поэтому для них это как раз первая такая ступенька для того, чтобы ощутить себя, что они снова в спортивном процессе. Все участники турнира – юные «Динамовцы». Этот статус дает им особое преимущество. На льготной основе дети могут посещать бассейн и каток спортивной школы «Труд». От общества «Динамо» это больше предложение для проведения мероприятия, а для общественной организации спортивной – это как поддержка и развитие своего вида спорта в Нинейском автономном округе. Единственное, могу только немножко похвастаться, что среди детей это проводится только у нас в основном. Региональный турнир под «Хэквондо» общественной организацией «Динамо» – это своего рода разминка перед предстоящими соревнованиями. Впереди спортсменов ждут первенство округа по олимпийской и неолимпийской версии «Мтхэквондо» и всероссийские соревнования. Танцы продлевают жизнь. В этом убеждена руководитель социального проекта по обучению людей высокого возраста бальным танцам Владлена Степанова. Проект «Вечно молодые» впервые был запущен в прошлом году благодаря грантовой поддержке из окружного бюджета. В этом году на его реализацию Федерация танцевального спорта Наринмара выиграла президентский грант. Десятки представителей старшего поколения получили возможность бесплатно заниматься танцами под руководством опытных наставников. Кроме того, средства гранта направлены на закупку необходимого инвентаря, обуви и танцевальных костюмов. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Одна из участниц социального проекта – Надежда Клистова. Женщина ведет активный и здоровый образ жизни, занимается йогой, скандинавской ходьбой и не представляет себя без танцев. Поэтому на проект пришла во второй раз. Мне вообще нравится танцевать. Здесь прекрасный коллектив, прекрасный руководитель. Танец – это вообще, говорится, полет. Летать мы, женщины, люди. Это красота, это грандиозность, грация, так сказать. Мне так нравится. В этом году социальный проект «Вечно молодые» расширил направление подготовки своих подопечных. Участников распределили по четырем группам, в одной из которых занимаются парами. В ноябре привозим профессионального хореографа исключительно по бальным танцам. И сейчас у нас подготавливает основу по бальному направлению. Это чемпионка по северо-западу Полина Олеговна. А потом добавляется еще выше рангом, скажем так, тренер по бальным танцам. А я знакомлю их чисто с классикой, с фитнесом, основом. Подбадриваю, то есть консультирую, информирую, поддерживаю. То есть я везде. По словам Владлены Степановой, у представителей старшего поколения есть еще возможность вступить в ряды единомышленников и записаться на занятия. Для пенсионеров и ветеранов они бесплатные. Тренировки завершатся в мае следующего года отчетным выступлением. Так как сейчас у нас есть еще свободные места, мы в гости, на занятия, в наши стены школы приглашаем абсолютно всех, кто сидит дома и хочет заняться активным образом жизни. Поэтому мы всегда открыты, ждем каждого занятия. Записаться на занятия можно по телефону, который вы видите на экране. Его номер 8 911 654 53 32. Школа танцев «Элит» находится по адресу улица Ненинская, 14, 6-ое крыльцо. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Сладких снов пожелали наринмарцы бурому медведю Миша. В субботу на территории заповедника Ненинский прошел традиционный праздник. Главный герой, 25-летний Миша, принимал угощение от горожан и мягкую постель из елового лапника от сотрудников заповедника. Какие еще сюрпризы ждали гостей праздника, расскажет Ольга Русул. Всю свою жизнь четверть века бурый медведь, любитель наринмарской детворы, провел в неволе. И только последние шесть лет он живет в комфортабельных условиях. И в его честь устраивают замечательные праздники. Кажется, что весь город приехал пожелать Мишке сладких снов. Сам виновник торжества немного нервничает. Ведь для того, чтобы доставить зимнюю постель, сено и еловый лапник, медведя пришлось выманить из берлоги и закрыть в дальнем вольере. Сегодня он, конечно, не заснет. Он будет делать себе, вот сейчас мы ему все приготовили, тот же лапник, сено. Он будет себе обустраивать место еще несколько дней. Все это несколько раз туда затащит, вытащит. То есть он будет еще заниматься обустройством себе места, скажем так. Не только новая постель будет скрашивать долгую медвежью спячку. В этом году сотрудники заповедника провели в вольере небольшой ремонт. Залили полы бетоном, поменяли на стил в берлоге. А перед тем, как уснуть, Миша непременно должен съесть все угощения, принесенные ему детворой. Первоклассница Настя передала медведю сгущенку. Потому что это лучший подарок. Мы один раз с садиком в экскурсии сюда ходили. И вот, и кто-то, и моя подружка кинула сгущенку, и он всю сгущенку слопал. Тем временем, пока Миша принимает подарки, его гости увлеченно участвуют в игре. Мы проходим квест. Сложный квест? Очень. Холодно, руки мерзнут. А вопросы сложные? Вопросы несложные, можно найти на страничках. Нет, не на страничках, а пройтись. Если по территории, то можно найти ответы на все вопросы. Квест «Медвежий угол» Наталья проходит вместе с мужем и двумя детьми. Маленькая Милана особенно тщательно готовилась к сегодняшнему мероприятию. Даже нарисовала рисунок на медвежий вернисаж. Это принесла рисунок свой. Рисунок принесла на сегодня свой. Задания квеста разнообразные и занимательные. Их объединяет темы экологии. Задания такие, чтобы интересно было и взрослым, и детям. Например, определить возраст у разных пород деревьев по годовым кольцам. Разложим мусор по ленте времени, по которому наши гости пытаются понять, как наш бытовой мусор в природе разлагается. Разлагается ли вообще и сколько времени на это уходит. И мы проверяем, насколько правильно наши гости знают о том, какие бытовые отходы и как разлагаются. Фотозоны, игры и горячий чай для тех, кто немного замерз. Праздник у «Медведя», как всегда, проходит весело и с размахом. С каждым годом, в принципе, и посетителей больше, и нам помогают и волонтеры, и сопутствующие организации. Например, Пустозерский музей нам в этом году помогает. Весной помогал турцентр. Поэтому, как бы, ну, пытаемся разнообразить мероприятия, различные проводить мастер-классы, различные игры для детей и взрослых. В настоящую зимнюю спячку бурый мишка заляжет приблизительно в середине ноября и проспит до весны. А в марте его пробуждение горожане снова встретят праздником. Мишкины потягушки. Ольга Руслова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Сегодня в России отмечается День орловского рысака. Прославленная порода лошадей вот уже более 200 лет является сочетанием силы, грации и необычной способности к стремительному рысистому бегу. Орловский миг назвали в честь графа, который вывел породу, а рысаками – из-за особого мягкого шага рысью. Одна из представительниц этой породы проживает и в Ненецком округе. Три года назад ее привезли в конно-спортивный клуб «Фортуна». Орловская кобыла по кличке Балтика уже три года живет на Ринмаре. Она участвует во многих видах соревнований, в том числе конкуре, любительской верховой езде, а также занятиях по ипотерапии. Я уже два года езжу на этой кобыле орловской породы. И хочу сказать, что это очень добрая, ласковая лошадь. Она адаптирована под любого всадника абсолютно. И послушная такая, просто очень любит ласку, когда ей говорят хорошие слова, комплименты. Работоспособность и здоровье орловской лошади зависит не только от ухода, но и от питания. Она требует правильного питания, правильного ухода, движения. Ей нужно каждый день, ей нужно работать для того, чтобы она была здоровой и жила как можно дольше. Обязательно нужно с ней заниматься. Лошади этой породы легко обучаемы и готовы приложить максимум усилий, чтобы порадовать своего хозяина. Они достаточно быстро усваивают команды. Могут резво бежать длинные дистанции, практически не уставая. Выведенная графом орловым порода идеально подходит для российских условий. А вот завозить ее в Заполярье или нет, хозяева конно-спортивного клуба думали долго. Долго думали по поводу климатических условий сюда. Когда привезли, сначала пугали нас морозы, мы купили ей специальные попоны. Но данная порода доказала, что жить на севере совершенно не сложно. Она у нас третий год стоит. И зимой мы не покрываемся волосяным покровом. Мы совершенно гладкие, лысые. Это говорит о правильности питания животного, данной лошади. Она доказала, что у нее по породе очень адаптирована к детям, к маленьким детям, к взрослым детям. Кобыла очень порода универсальна, потому что она не только ходит под верховыми прогулками, работает на рысях, доказывая свою значимость. На сегодняшний день орловская порода лошадей является одной из самых популярных в России, не имеющей аналогов в мире. Как питомцы они зарекомендовали себя только с положительной стороны. Дружелюбны и миролюбивы. Их используют не только в беговом спорте, но и в туризме и сельском хозяйстве. Александра Литкова, Антон Мудряков, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Новости можно увидеть на нашем сайте www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...